Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 17 апреля, Пятое Воскресенье Великого Поста. В этот день за богослужением читается отрывок Евангелия от Марка, глава 10, стихи с 32 по 45. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время оно, поят Иисус оба надесять, начатым глаголоте, «Я же хотяв у Ему быть, и якосе восходимо Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиереом и книжником, и осудят Его на смерть, и предадят Его языком, и поругаются Ему, и уязвят Его, и оплюют Его, и убьют Его. И в третий день воскреснет, и пред Него приносто Яков и Иоанн, сына Севедеева, глаголюща, учителю хощего, да ежащи просива, сотвориши нама. Он же рече има, что хощет, а да сотворю вама. Он же рече има, невеста чесо просит, а может ли пятичашую же аспию, и крещением им же аспрещаюся, креститеся. Он же ресты ему, Можева, и сужи рече има, чашу убаю же аспию и спиета, и крещением им же аспрещаюся, креститося. А ежа сесть одеснуй мне и ошуюю, несть мне дати, но им же уготовано есть. И слышавши десять ночаши негодавати о Иакове и Иоанне, и Иисус же призвав их глагола им, Вести, якомнящиеся владеть языки, содолевают им, и веницы их обладают ими. Не так уже будет вас, но и же ащи хощет вас вящей быти, да будет вам слуга, и же ащи хощет вас быти старей, да будет всем раб. Ибо Сын Человеч не прийде, да послужит Ему, но да послужит и даст душу свою избавление за многих. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». И Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Находясь на пути в Иерусалим, Господь подозвал двенадцать учеников и снова поведал им о предстоящих Ему страданиях, смерти и воскресении. Тогда приступили к нему Иаков и Иоанн Завидеевы. Вероятно, из всего сказанного им запомнился лишь титул Сына Человеческого, который, по их мнению, был связан со славой и триумфом. Думая о времени, когда Христос провозгласит Себя Царем в Иерусалиме и надеясь на собственную выгоду, они сказали, «Дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Места по правую и левую руку от царя обычно принадлежали высокопоставленным придворным и, следовательно, были самыми почетными. Борис Ильич Гладков поясняет, «Иаков и Иоанн вместе с Петром избраны были Иисусом из всех двенадцати апостолов присутствовать при его преображении и при воскрешении им дочери Иаира. Это избрание, это отличие от других дало им повод думать, что они и в Царстве Мессии, в славе Его, займут лучшие места, будут первыми. Под влиянием этих дум они и обратились к Иисусу с просьбой возвысить их над другими в Царстве Его славы». Апостолы действительно не понимали тогда, что просить первенство значило просить самоотречение и мученичество за имя Христова. Поэтому Господь вопрошает, «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Эти слова указывают именно на то, что приближение ко Спасителю в Его Царстве заключается в уподоблении Ему в страданиях. О страданиях здесь говорится как о чаше, которую должны разделить со Христом Его последователи. Образ этот заимствован из обычая восточных царей – посылать осужденным на смерть чашу с ядом. В словах о крещении выражена та же мысль. Греческий глагол «баптизо» означает «погружать», а в данном контексте – «погружение в переживание». Зная, что со временем апостолы пострадают за Него, Христос пророчески сказал Иакову и Иоанну, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И действительно, Иаков был обезглавлен внуком Ирода Великого, Иродом Антипой. Иоанн же, хотя и не погиб как мученик, но много пострадал за Христа. Остальные ученики, узнав о просьбе братьев, были возмущены, скорее всего, тем, что их опередили. Поэтому Христос, призывая всех к смирению, говорит, «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом». Дело в том, что в обществе того времени почетным считалось править и руководить. Но у последователей Христа иные ценности и приоритеты. В Царстве Небесном главным является служение другим. И именно поэтому Сын Человеческий пришел послужить и отдать душу свою для искупления многих. Наш же с вами спасительный подвиг, дорогие братья и сестры, выражается в смиренном и добродетельном служении ближним, потому что именно так мы служим Богу и собираем сокровища небесные, которые выше и ценнее сокровищ земных. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Продолжение следует...